Глаза. Немножко посидите, почувствуйте, как общее состояние в теле, как суставы, как мышцы, как разные части тела отреагировали на практику. И перейдем сейчас к манипуляциям с нашими черепками. С черепками. Хорошо. То есть вот сейчас просто сделайте себе как бы такой скриншот своему состоянию, такой снимок того, как я сейчас, как у меня ощущения в теле, в голове, что происходит, как-нибудь такую индикацию, от которой будете двигаться дальше. Первый снимок. Окей. Теперь. Открыли глаза. Нижняя челюсть, вот там, где выступ на нижней челюсти, да, вот эти вот выступы. Туда кладем большие пальцы. Руки. На вот эти вот выступы, да, кладем большие пальцы. Ладошки, то есть пальцы вместе на ладошках. Так и теперь руки, вот как они, естественно, ложатся на лицо. Вот так и положили. Но не закрывая руки по бокалу, да, на пол. Теперь мы делаем следующее. Мы берем руками, вот там, как мы держимся, и проворачиваем вот так вот руки. Но не очень сильно, а вот так, чтобы вы чуть-чуть стали руки проворачивать и почувствовали, как ткани поехали вместе с руками, да. Голова при этом ровная, то есть мы не голову смещаем, а мы чуть-чуть ткани смещаем в одну сторону. Сместили. Теперь в другую сторону. Сместили. Голова не двигается, голова ровная, да. Хорошо, вернулись в центр. А теперь следующая вещь. Мы еще раз сместим в первую сторону, там вы остановитесь чуть-чуть, на пару вдохов-выдохов. И почувствуйте, как вам дышится. Давайте. Неважно, в одну сторону, потом во вторую, в какую-нибудь из сторон. Сместили, подержали, подержали вдох-выдох. Почувствовали, какие ноздри открыты, как идет дыхание, свободен ли вдох. Хорошо. Теперь в другую сторону. Прокрутили в обратную сторону. Еще раз вдох-выдох. Почувствовали, как сейчас дышится. Вернулись в начальное положение, в нейтральное. Можно убрать руки пока что. Была разница в дыхании? В одной стороне дыхание вдруг легче, а в другую оно вдруг раз и закрывается. Огромни немножко. Не почувствовали. У меня ограничения будут здесь, а не здесь. Они не в носу, они в диагнозе. Вот когда ты смещаешь туда, куда правильно сместить кости черепа, у тебя вдруг ощущение житое другое. Как будто бы в лес пришел и воздух хочется вдохнуть. Оно может быть здесь, оно может быть у тебя здесь, здесь. Не важно. Твое субъективное ощущение того, что тебе стало легче дышать. Боль. То есть, если бы ты не почувствовал, попробуй сделать еще раз. Оно не всегда. Бывает, что оно выровнено, и тогда мозаль. То есть, тебе повезло. Мозаль. Тебе нечего корректировать. Это мозаль. А теперь мы делаем так. Вот туда, куда почувствовали, что легче дышать. Вот так поворачиваем. Фиксируем. Сильно. Не надо. Вот это вот. Вот эти вот техники, да, Петрова. Ты же специалист у нас в этих делах. Он сидит и скромно молчит. Просто почувствовали, вот если вы выбрали правильное положение, и вы почувствовали, что дыхание там открылось, у вас будет ощущение, что у вас руки начинают как по маслу ехать. Вот ткани, они едут и едут. Очень приятные ощущения. А в другую сторону, они стопорятся. Вот дыхание не дышится, и ткани стопорятся. Так вот в то положение, в которое вы выбрали, значит это то положение, в котором нам правильно сделать коррекцию. 20 секунд. Просто там, где легко дышится. Вот туда. Поехали. Почему коррекция? Потому что что-то смещено. Из-за этого есть разница в дыхании. Понимаешь? Итак, если у вас есть необходимость еще раз проверить, проверим. Если вы уже убедились, поняли, то просто смещаем и держим 2 секунды. И прямо чувствуете, как руки, вот они продолжают как будто бы вот это движение, как будто бы ткани едут под руками. Такое приятное ощущение, такого масла теплого под руками. А, спасибо. Или скажи ребятам, чтобы тише, или дверь закройте. 20 секундочек. То есть посчитали до 20. И отпустили. Когда сделаете, отпустите. Когда отпустите, просто руки уберите от головы и не открывайте глаз, почувствуете, о, как оно. Вот если правильно сделали эту работу, то есть ощущение объединения такого небольшого. Очень такой пьяненький становишься немножко. Очень приятное ощущение какой-то такой легкости. Слишком долго не надо. 20 секунд этого достаточно, да? По центру лучше всего дышится. Ну, может быть, теперь реально что-то делать коллекцию, да? В данном случае. Хорошо. Следующая вещь. Мы ставим одну ручку вот так. На лоб. Вторую руку на затылок. Какой он куда? Легло? Одну руку, вторую руку. И теперь смотрите. Теперь смещение на вот такое. Раз в одну сторону. Вдох, выдох. Почувствуй, как дышится. Потом в другую сторону. Вдох, выдох. Почувствуйте разницу. Не стараюсь сильно. Сильно. Вот видите, кто-то... Понимаете, иногда вы не чувствуете разницу в дыхании, потому что вы еще не научены, да, вот этой вот тонкости. Как почувствовать, как мне по-разному учиться. Ну, дышится и дышится. Бегдель, да? Вот чем больше делаешь такие вещи, тем больше научаешься, чувствовать. А, да, такие есть разницы. Да, вдруг. Да, есть разница. В одном положении легче вдыхается, а в другом как-то дыхание. Да. У меня в предыдущем была разница. Одна была хуже. Я смотрю вам лучше, но лучше всего посередине. Ага. А здесь тоже нет. Ну, вот теперь то же самое. Теперь нашли там, где легче дышится, куда сместили, и легче начало дышаться, зафиксировали. Опять же, не надо сильно тянуть ткани, да. Это очень легкое прикосновение. В основном, это чувствуете, что вы руками экранируете энергию во внутрь черепа и заходите как бы во внутрь ткани. И вы, проворачивая, вы не делаете никакой жесткой фиксации. Такие очень легкие погружения ладони в голову в нужном данном направлении. И просто 20 секунд считаем. Самый офигенный момент, когда вы досчитаете до 20-ти, медленно-медленно, аккуратно руки снимаете с головы, кладете их на коленки, и у вас в голове возникает такое приятное ощущение легкого опьянения. Вот это как раз индикация того, что работа была сделана правильно. Ну, 20 секунд и достаточно. Смотрите, рука как-то вниз совсем ушла. Имеется ввиду просто вот на лоб, да, и вот оно смещение. Так, и смещение вот так. Хорошо, почувствовали, что происходит. Хорошо. Теперь поставили пальчики сюда, на виски. И немножко нажали. Тут есть такая ямка, которая немножко болезненная, да. Бывает, что одна сторона немножко более болезненная, чем вторая. Но вот по этим ямкам, теперь здесь вот это швы между вот этими косточками. То есть то, что мы сейчас делаем, это мембранные техники. Мы как бы регулируем натяжение мембран в черепе. Поправляем меня это трое, если что, да. Вот это то новое. Борит, борит. А, ну что-то не видела вообще-то. Вот. И вот эти, натягивая правильным образом эти мембраны, мы можем очень много функций отрегулировать связанных с головой, и не только, потому что, в принципе, голова понятно связана со всем. Вот что интересно, что не все, например, знают, что все считают, что череп это такая структура, вот как заросшие, как вот просто бетон, и ничего с этим сделать нельзя. А на самом деле там все эти кости, они двигаются одна относительно в другую. Все друг относительно друг к другу. Например, когда мы спим там долго на одной стороне, когда мы утром стоим, у нас черепушка сплющенная там в одну сторону. и мы чувствуем, что что-то у нас не то, то шея болит, или там еще что-то. Даже на настроение может повлиять. Вот утром сели, сделали эти упражнения, отрегулировали все, встаете как новый человек. Зрение вдруг иногда покрутило, и так смотришь, опа, лучше вдруг. Такое ощущение, что как будто яснее в глазах стало. Или дыхание вдруг открылось, легче стало дышать. Или шея перестала болеть. Еще область крестца, он связан тоже с черепом. Бывает, что вот болит низ спины крестец, череп покрутил, и раз крестец отпустила. То есть вещи, которые очень прикольные, они регулируют много функций в организме, и на самом деле простые, очень приятные по эффекту. Хорошо, давайте следующее. Попробуем. Нет, хорошо. Значит, мы просто вот от этих вот точек мы идем наверх по шву между косточками, вот здесь вот наверх поднимаемся, да? И теперь, когда мы вот отсюда заходим на волсистую часть головы уже, ну, у кого есть волосы, так, продвигаемся вот по этому шву подвигаемся наверх, к центру. Это просто, чтобы найти правильное место. И теперь ставим пальчики по вот этому шву. Вдоль шву, вот так. Вот наверх положим, на волосы. По центральной части головы, да, вот так, да. Это лобная кость теменной, как репортация. Это, да, лобная. Паритарные кости. Паритарные кости сочленятся. У нее сочленение змеечка идет. Вот. И это сочленение, мы сейчас его раздвинем. То есть, сделайте такое, как бы, трепанация черепа, да? Как бы, не чуть-чуть раздвигаем. Чуть-чуть раздвигаем наружу. Вдох, выдох. А теперь, наоборот, склеиваем их, да. То есть, пальцами их прижимаем. Опять вдох, выдох. Как легче дышится? На открытое. На открытое, да? У кого-то по-другому? Нету разницы? На открытое. Да. У всех есть. Именно на открытое должно быть легче. Когда сдвигаешь вот эти косточки, друг на друга их надвигаешь, одеваешь, становится тяжелее дышать. И, смотрите, подождите секундочку. Если нету явного ощущения, можно чуть-чуть пальчиками пройти наверх капельку и там попробовать раздвинуть, сдвинуть. И вот там, где будет ощущение раздвижения вот этих костей, наиболее легкое дыхание, вот там надо и проделать работу. То есть, поищите немножко пальцами наверх, пальцами вниз. Раздвинулись, сдвинули вдох, выдох. И поищите то место, где как бы вот раскрываешь черепы, такое ощущение, что энергия в тебя прямо вливается. Как будто бы он снял пробку сверху, крышку какую-то. И там, где нашли наиболее вот это вот интенсивное яркое такое раскрытие, остановились 20 секунд. И находитесь вот там ощущение. Как вы раздвигаете вот эти косточки через вот вот эту щель, которая там получается, мёрткая, заходит. Приятное, легкое ощущение. 20 секунд, да, подержали, больше не надо. И когда руки сняли, то прямо почувствовали, что-то такое в голове происходит приятное. Вот опьянение, да, или там. Легкость. Легкость, опьянение, такое очень неприятное. Во время, в принципе, во время дыхания кости черепа, они тоже двигаются. Они раскрываются во время вдоха и они немножко так сплющиваются во время выдоха. И вот так между двумя пальцами зажимаем уши. И теперь тоже здесь проворачиваем в одну сторону. Вот это было вот так. Одну сторону. Вдох, выдох. В другую сторону. Вдох, выдох. Знаете, было такое ощущение, что как будто бы отложила ноздри. Да. Вдруг раз, и ноздри задышала лучше какая-то, да? Да. Ну вот почувствуйте, куда будет лучше дышать. Там зафиксируйте, посчитайте 20 секунд. И дочитали, когда до 20 метров, намедленно руки сняли. И опять почувствовали вот это приятное ощущение такой свежести в голове и как будто бы движение энергии. И если пользоваться вот в юридическом таком понимании все над нашими терминами, то ощущение такого очень легкого входа в медитативное состояние. И последняя вещь, которую мы сегодня сделаем. Вот это вот мембранное натяжение, да? Теперь мы работаем с ушами. Берем вот так вот те за ушки и потянули наверх. Ой, извините, пожалуйста. Здесь делаем так. То есть одно ухо тянем вниз, а другое наверх. Вдох, выдох. Потянули в обратном направлении. Вверх, вниз, вдох, выдох. Есть разница. Есть разница. Есть разница. Вот куда есть разница. Если никто не почувствовал разницы, есть там еще немножко другая вещь. То есть мы тянем одно ухо вперед, а другое назад. Попробуйте это тоже. Здесь четыре теста мы можем сделать. И потом поменяли на оборот. Одну ухо тянем, вторую ухо тянем назад, а первую вперед. И вот где было наиболее из четырех вот этих вот тестов, был наиболее яркий момент легкого вдоха, вот туда делаем фиксацию на 20 секунд и дышим на 20 секунд. И когда отработали последнюю нашу корректировку внутричерепного тянем раннего, сняли ручки с закрытыми глазами. Немножко посидели и почувствовали такое втягивание в медитацию, которая вот настолько легкая, спонтанная, без напряжения, без того, чтобы сидеть, сосредотачиваться сильно там, на чем-то. Оно как будто бы само получается. Вот как по маслу, по такому восставившему. Съезжаешь, съезжаешь, съезжаешь. Медитацию все глубже, глубже и глубже. И оно идет очень естественно, легко, без напряжения, и, что самое главное, с удовольствием. Давайте, у нас много времени нет, но так пару минуточек посидите с этим ощущением такого вот намашленного входа в медитативное состояние. И когда намаслите себя достаточно для того, чтобы почувствовать в кайф во всем теле, да, не только в голове. Переходите в положение лежа. Немного отдохнем шавасану. Если есть хорошее глубокое медитативное состояние, то можно не двигаться. Остайтесь там, потом полежите. Это не так важно прямо сейчас устроить шавасану. До шавасана время всегда надеяться. Но если есть ощущение, что телу хочется отдохнуть, переходите в положение лежа. Просто дайте вашему телу вас направить без того, чтобы делать слишком много анализа вокруг этого. Сидеть, снижать или что. Главное, чтобы было приятно. И остались ли вы сидеть или перешли в положение лежа, Главное, чтобы у вас было вот это ощущение, продолжающееся ощущение другости. Приятное, легкое медитативное. Встать. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Чем из большего объема пространственного ты влюбляешься собой в этих событиях, тем больше ты воспринимаешь эти события как естественный поток жизни, который сам по себе не хороший, не плохой. Просто некая манифестация, жизненная сила во всех ее проявлениях. Хорошо, те кто готовы, пришли в положение сидя. Еще раз посмотрите во внутреннем пространстве, ощущение общего, которое осталось после практики. И теперь при помощи выдоха, на которое мы накладываем вибрацию Матр Ом, мы опять же возвращаемся в верность, что мы вам дали. И благодарим ее за повышенное глубокое движение. Аминь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...